Интересы подсудимого Петра Ананева представляют адвокат и его отец. В ходе следствия подсудимый заявил, что признаться в убийстве его заставили в полиции. Однако суд, изучив материалы дела, пришел к иному выводу. Ананев Петра Ананевы признат виновным совершением главного права внушения плюсом статье 99 часть 1 футбол СССР и назначен ему по этой статье 11 решение свободы с удовольствием оказания в учреждении уголовного спорта системы максимальной безопасности. 26 августа в собственном недостроенном доме в Арысе был обнаружен труп дельшата Каримова. Причина смерти – перелом черепа и пять ножевых ранений в грудь. В доме все было перевернуто вверх дном. Я трижды звонил своему сыну и ни разу телефон его не отвечал, а гудки поступали. Я сполошился, побежал туда и когда пришел, обнаружил в доме сына убитого. Сперва я увидел следы волочения, как его с порога тащили в дом, в комнату. Он лежал в луже крови, накрытый покрывалом, его же покрывалом. Уже к вечеру полиция вышла на след подозреваемого. Родители убитого, жившие по соседству, заметили и смогли описать подозрительного гостя в доме сына. Я всего где-то 40 метров от сына живу, поэтому слава богу, что я увидел это, что он пришел с этим человеком, так бы его и никто и не нашел. Дай бог здоровья милиции и всем судьям, спасибо большое. Хозяин заподозрил своего гостя в том, что тот украл у него деньги. Между ними произошла ссора, в ходе которой гость железной трубы раздробил голову хозяина, а затем еще изрешетил ножом грудь несчастного. Суд отметил качественную работу органов прокуратуры и вынес частное определение на имя прокурора о профессиональной работе следственного прокурора Каната Жунисова, благодаря которому судебное разбирательство было проведено в кратчайшие сроки. Приговор пока еще не вступил в законную силу.